Приветствую вас, поскольку вы явно такой достаточно верующий человек, то мне представляется, что куда полезнее для вас будет, наверное, обратиться к соответствующему человеку. Вот, который мог бы вам помочь, то есть это вроде бы, вот, называется имам, по-моему, вот, я, к сожалению, точно не скажу ему, потому что я в этом не специалист. Вот, я думаю, что этот человек мог бы вам более чем адекватно подсказать, в какую сторону имеет смысл двигаться, и как поступить вам именно с точки зрения веры так, чтобы не нарушить веру, да, чтобы не поступить как-то, ну, против веры, и в то же время, чтобы не давать себя в обиду, чтобы не позволять мужчине, там, вот, своими действиями обесценивать вас, принижать и так далее. Вот, ибо я понимаю, насколько это, насколько это важно. Вот, ну, с точки зрения психологии ситуация заключается в том, что ваш мужчина делает это делает не просто так, а с точки зрения психологии у мужчины есть какие-то на это основания. Вот, вопрос, конечно, заключается в том, какие у него для этого основания есть и если они у него на самом деле вообще. А, вот, но, тем не менее, тем не менее, это, с точки зрения психологии, это совершенно, совершенно очевиднейший такой факт, вот, что у мужчины есть все основания для, ну, для того, чтобы повести себя подобным образом. Вот, другой вопрос, да, другой вопрос заключается в том, насколько вы в этом отдаете сами себе отчет, вот, насколько вы готовы, соответственно, разбираться в себе и насколько вы готовы разбираться, собственно, в своем мужчине, вот, и разбираться в том, почему человек так вот себя начал вести, да, вот. У этого есть причины, я более чем уверен, тем более, что, ну, как бы, в вашей среде это не, ну, это не принято, вот, в вашей среде так не принято делать, вот, поэтому я думаю, что с этим можно и нужно поработать, да, с этим можно и нужно поработать, это можно и нужно и исследовать, вот, такая история и такой момент. Что касается вас, то с точки зрения психологии вы поступаете крайне безответственно по отношению к себе и детям, убывая на Бога, потому что, эта ситуация даже, ну, вот, даже, если вы руководствуетесь, руководствуетесь тем, что не хотите разлучать, как вы говорите, детей и отца, то детям от этого только хуже и хуже и хуже становится, просто потому что, ну, просто потому что, что дети живут в состоянии постоянного стресса, в состоянии постоянного негатива и вряд ли им лучше от того, что вы не разлучаете, в кавычках, их с отцом. Вот, поэтому, такая вот, в целом, ситуация, вот, такая, в целом, история и, на мой взгляд, это очень, ну, это очень важно, на мой взгляд. Понимаете, какая штука, вот, поэтому, я думаю, что вам необходимо поработать со своей самооценкой, вам необходимо поработать, со своими личными, личными границами, вот, и вам необходимо установить какие-то четкие, четкие критерии того, что можно, а что нельзя, да? То есть, что можно вашему мужу, а сам нельзя. Я понимаю, что, что, вероятно, вы привыкли не полагаться на себя, вероятно, вы привыкли полагаться на своего, все-таки, мужа, вот. Вот, но правда заключается в том, что сейчас вам нужно самой решить, как, ну, как поступать, да. И, ну, как бы, решить самой, что делать, да, и не полагаться на мужа своего, вот. Потому что ему, то бишь, вашему мужу сейчас не до этого. Такая вот история. Такой момент. Я очень надеюсь, что помог вам. Я очень надеюсь, что вы для себя какие-то вещи проясните здесь. Хотя, еще раз повторю, идеально было бы, если бы вы обратились к соответствующему специалисту, вот. Своему соответствующему специалисту, который есть у вас в вашем, ну, вашей среде, грубо говоря. Вот. Потому что это важно, да. Все-таки европейский, ну, европейский психолог, он не может, наверное, в полной степени вам помочь. Вот. Там, потому что у вас немножко другая культура. Вот. Ну, к сожалению или к счастью. Это уже вопрос, вопрос объективный. Объективный. Вот. С точки зрения европейской, как бы, культуры все очевидно. Вы себя не цените. Мужина просто отражает вам ваше отношение к себе. Вот. С точки зрения европейской культуры. Вот. С другой стороны, с точки зрения восточной, ну, с точки зрения восточной культуры, это происходит. Я имею ввиду, что вы вот так относитесь к себе и ждете от мужа каких-то, каких-то, ну, каких-то решений. Вот. Это нормально. Вот. Но, тем не менее, сейчас все же ситуация такова, что вам нужно самой принимать решение. Вот. И... Ситуация такова, что вам нужно самой действовать. Вот. Вам нужно самой взять ответственность на себя за то, что вы хотите, за то, что вам нужно. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что, я думаю, примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что хоть только, что вам мой ответ понравился. Вот. если это так, то, буду вам очень благодарен за его оценку в качестве лучшего-лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Удачи! 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 Продолжение следует...